Прокурорская проверка инициированная. По нашей просьбе ни к чему не привела. Кальянная закрылась очень быстро. Кальянной на территории парка не установлена. В связи с изложенным оснований для принятия мер прокурорского реагирования по результатам проверки не имеется. Роспотребнадзор говорит, что уже нельзя доказать и то, что в кальянной, рядом с которой играли дети, курили именно табак. А только в этом случае по федеральному закону индивидуальному предпринимателю могло грозить наказание. Штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Впрочем, история имеет свое продолжение. Стало известно, что сейчас кальянная работает в другой части города. Вы не работаете здесь играли, понимаю? Я замещаю. Как ваша должность? Никак. По словам сотрудника кальянной, он за барной стойкой впервые, контактов руководства не знает и даже в лицо директора прежде не видал. Но молодой человек не признает, что возле колеса обозрения работало именно их заведение. Хотя на официальном паблике компании, которая находится на Лазурной 35, есть ролик о летней кальяне в детском парке аттракционов. Ваша социальная сеть? Вот колесо обозрения. То есть вы не можете подтвердить, что это то самое заведение? Я не знаю, я не сказал, что никакой информации я давать не буду. После нашего визита админы ограничили доступ в группу. Информация о кальяне – рекламный ролик летней веранды, который еще совсем недавно был в свободном доступе, теперь за семью печатями. Это ваше помещение? Вы арендуете его? Или не арендуете, или ваше? Уголок потребителя оказался красноречивее. Книга проверок предпринимателя, справочник отзывов и предложений. Ничего не заполнено без печатей и подписей. А лицензия на продажу алкоголя просрочена почти на год. Кстати, на лицензии указано наименование юридического лица, кому она выдана. Звоним директору Алифановой Анастасии. Мы снимали в аренду. Мы не снимаем в аренду лицензия, поэтому адрес аннулирован. Может быть, они сделали ксерокопию со старой лицензией, ее туда вложили. Лицензии там нету, точка нерабочая. Они занимаются какой-то самодеятельностью. Кому принадлежит заведение, в итоге так и не ясно. С парка аттракционов оно съехало, детям ничего не грозит. Но нет гарантии, что посещая кальянную в индустриальном районе, безопасности взрослые. Лицензия просрочена, имя предпринимателя не указано, а сотрудники не имеют даже санитарной книжки. Кто понесет ответственность, если, к примеру, случится пожар или другое ЧП? Мы надеемся, что надзорные органы все же обратят свое внимание на подобные заведения и примут соответствующие меры. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует...